Всем привет! И сегодня мы расскажем про горный массив Вачкажец. В состав горного массива Вачкажец входит три основных горы. Это гора Летняя Поперечная, гора Вачкажецы и непосредственно сам Вачкажец высотой 1550 метров. Вачкажец это не вулканическая конструкция, он образовался в результате тектонического поднятия. Когда-то вершина этой горы находилась на дне океана. Теории образования горного массива Вачкажец разделялись на два разных лагеря примерно до середины 20 века. Кто-то считал, что это все-таки вулканическая конструкция, кто-то считал, что образовалась в результате тектонического поднятия. Почему же этот горный массив считали вулканом? Потому что, во-первых, существуют некоторые похожие на вулканические формы рельефа, это цирки, которые считалось, что образовались в результате взрыва или извержения. На самом же деле они образовались просто в результате сползания ледника. И об этом нам подсказывают марены. Марена это когда ледник толкает перед собой землю, и она впоследствии после того, как ледник уже исчез, образует такие ступени. Никаких прямых последствий вулканических извержений там найдено не было. То есть там нет никакой лавы, там нет пемзы, там нет пепла. И в конце концов все-таки выяснили, что да, это не вулкан. Основное предположение образования всех этих красивых цирков и острых вершин, это, конечно же, ледниковая деятельность. В какой-то момент толщина ледников на Вачкажце составляла до 150 метров. И когда они ползли вниз, эти мощные ледники, они процарапывали горы и создавали такие интересные пики в перемешку с террасами. Если мы хотим попасть на Вачкажец, нам сначала придется доехать от города 70 километров по асфальту и потом еще 20 километров не по асфальту. Маршрут достаточно простой. Протяженность всего лишь 7 километров. Все время движения мы двигаемся по тропе, она идет по лесу. Где-то это лес березовый, где-то это просто небольшие заросли кустарников, таких как кедровый и ольховый стланники. В принципе, можно идти в любой удобной обуви, но я рекомендую идти в трекинговых ботинках, потому что где-то придется переступить через ручеек, где-то, может быть, после дождей немножечко размыто. В целом маршрут очень простой, любой человек может его осилить. Мы приходим через 3 километра к прекрасному горному озеру, которое называется Тахколоч. Озеро Тахколоч очень красивое, особенно в безветренную погоду, когда вершина Вачкажца отражается. Возле озера совершаем небольшой отдых, посещаем туалет, который там есть, подготовленный. Также вокруг озера есть некая подготовленная туристическая инфраструктура. Это беседки, мангальная зона. То есть там, в принципе, можно поставить палатку, это такой некий кемпинг. Вачкажец находится под защитой государства, это природная территория. Это не заповедник, но, тем не менее, считается памятником природы, поэтому некоторые действия там совершать нельзя. Нельзя ездить там на машинах, разжигать открытые костры, только в специальных местах вы можете обустроить кемпинги и, например, что-то приготовить на мангале. Естественно, после себя не надо оставлять никакого мусора, потому что, если вы это сделаете, это привлечет диких животных, в том числе медведей, которые рано или поздно станут проблемой. После этого мы поднимаемся по ручью с одноименным названием, он тоже называется Тахколоч. Там много маленьких водопадов, это все очень интересно выглядит. Пока мы поднимаемся, мы можем встретить некоторых обитателей Камчатки типичных, чаще всего еврашек, можем встретить лисичек, иногда встречаем и медведей. И там все растения, которые мы привыкли видеть в виде деревьев, чаще встречаются в виде кустиков. Например, все ягодники, это прям такой ковер, который стелется буквально на 10 сантиметров, поднимаясь над поверхностью земли. Там мы видим все наши знакомые голубику, шикшу, бруснику, жимолость, также мы можем там видеть ольховый стланник, кедровый стланник. Очень интересное растение, как мне кажется, это арктическая ива, 15-20 сантиметров высотой, он такие очень красивые мохнатые листики. То есть он выглядит нетипично, и даже в принципе, если не знать, скорее всего вы не поймете, что это ива, но это она. Из сложностей, пожалуй, только одно, надо переходить через речку. В начале лета можно переходить через речку по Снежнику, вы знаете, что на Камчатке снег лежит до конца июля в некоторых местах. Когда уже уровень воды в речке падает, то можно перейти по камушкам, которые торчат из воды. Пройдя через эту реку, это обязательное препятствие, которое придется преодолеть, мы приходим к очень красивому, огромному водопаду, который называется Фата-невесты. Он считается такой визитной карточкой этого горного массива. То есть на Вачкажце сам маршрут, в принципе, уже достаточно красивый, даже если не брать какие-то отдельные объекты красоты. Из необходимого снаряжения я бы отметил обязательно средства от комаров, обязательно средства от солнца, солнцезащитные очки, удобная одежда, на всякий случай какая-то одежда от дождя, потому что погода, вы знаете, в горных районах меняется очень быстро. И удобная обувь, конечно же. Если вы идете в новые обуви, обязательно возьмите с собой пластыри, что-то такое. В принципе, так как вы на маршруте почти весь день, то обязательно надо взять с собой еды и попить. Но при этом, напоминаю, что в принципе, там пить можно из любого ручейка, там вся вода очень хорошая. В этом маршруте не заложено восхождение на вершину горы, мы просто гуляем по террасам, по горным циркам, поэтому этот маршрут подходит абсолютно для всех, для детей, для людей в возрасте. Если мы говорим про то, что Вачкажец очень красив летом, стоит отметить, что зимой это место тоже привлекает большое количество людей. С Вачкажца началась история коммерческих программ Камчатка фрирайд комьюнити, потому что первый масштабный бэк-кантри лагерь проходил именно там, на Вачкажце. То есть целую неделю ребята жили в палатках, катались на снегоходах, забрасывались на горы, где это возможно, где-то заходили просто пешком, устраивали соревнования по фрирайду, строили трамплины, веселились. Здесь эти вершины очень интересные для катания, то есть можно устраивать там холиски, можно устраивать там скитурбэк-кантри программы, когда ты поднимаешься пешком к началу старта или прилетаешь туда на вертолете. Вачкажец это очень красивое место, оно никого не оставит равнодушным, мне лично оно очень тоже нравится. Если хотите туда попасть, можете поехать вместе с нами, мы организуем крутые туры с вертолетом, без вертолета, как угодно.